Правописание букв З и С на конце приставок, правописание И, И после приставок на согласный. Правописание букв З и С на конце приставок. В приставках, оканчивающихся на З, С, перед звонкими согласными пишется буква З, перед глухими буква С. Безвкусный. В приставке пишем З, потому что следующий согласный – звонки В. Бесцельный. Приставка БЕС, потому что следующий согласный – С, глухой. Запомните, в русском языке есть только приставка С. Сделка. Приставки З в русском языке нет. В словах, здесь, здоровье, здание, буква З входит в корень. В приставках РАЗ, РАЗ, РОЗ, РОЗ, БУКВА А ПИШЕТСЯ БЕЗ УДАРЕНИЯ. РАЗЛИВАТЬ, РАЗЛИВАТЬ, РАССЫПАТЬ, РАССЫПАТЬ, РАССЫПАТЬ. Буква О пишется под ударением РОЗЛИВ, РОССПИСЬ, РОССЫПЬ, РОСПУСК. ВЗЛЕТЕТЕТЬ. Приставка заканчивается на З, потому что перед звонким Л пишется З. РАЗЖЕЧ. Приставка РАЗ перед звонким Ж. ВОСПОЛНИТЬ. Приставка ВОЗ. Перед глухим П пишется С. СДЕЛАТЬ. Приставка С в русском языке нет. Приставки З. РАЗЖЕЧ. В приставке пишем А, потому что она не под ударением. Предлагаю выполнить следующее задание по теме. Распределите слова в два столбика. В первый слова, в которых пишется приставка на З. Во второй с приставкой, которая заканчивается на С. Проверим правильность выполнения задания. В словах ИЗБЕГАТЬ, ВЗДРОГНУТЬ, РАЗГЛАДИТЬ, НИЗВЕРГАТЬ. В приставке пишется З, потому что находится перед звонкими согласными. В словах РАЗКРАСКА, ИССУШИТЬ, ИСПАРЕНИЕ, ВОСХОЖДЕНИЕ, ИСЦАРАПАТЬ, ВСПОМНИТЬ. В приставке пишется С, потому что она находится перед глухими согласными. Правописание ИИ после приставок на согласный. После русских приставок, оканчивающихся на согласный, вместо первой буквы И, пишется И. Предыстория. Разыскать. Запомните исключение. ВЗИМАТЬ, ВЗИМАНИЕ. Помните, после приставок СВЕРХ и МЕЖ, сохраняется буква И. МЕЖИНСТИТУТСКИ, СВЕРХИНТЕРЕСНЫЙ. ПРЕДИЮЛЬСКИ. После приставки на согласный, корневая И переходит в И. СВЕРХИЗЫСКАННЫЙ, корневая И, сохраняется, это слово-исключение. ПОДЫГРАТЬ, корневая И, после приставки на согласный, переходит в И. ВЗИМАНИЕ, в корне пишем И, это слово-исключение. Выполните задание по теме. Укажите номера слов, в которых корневая И переходит в И. ПРЕДЫДУЩИЙ, ОБЫНДЕВИТЬ, МЕЖИЗДАТЕЛЬСКИ, БЕЗИНИЦИАТИВНЫЙ, ВЗИМАТЬ, ЗАИГРАТЬ, ИЗИМАТЬ, ПРЕДЫЮНСКИЙ. ПРОВЕРИМ ПРАВЕРИМ ПРАВЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. Корневая И переходит в И. В словах ПРЕДЫДУЩИЙ, ОБЫНДЕВИТЬ, БЕЗИНИЦИАТИВНЫЙ, ИЗИМАТЬ, ПРЕДЫЮЛЬСКИЙ. Потому что после русских приставок, оканчивающихся на согласный, вместо первой буквы И пишется И. Не забывайте, быть грамотным – это модно.